Как вы, наверное, знаете, в Сирии сейчас разворачивается, как говорила мой дядя, пердомонокль. И для ИРФ это не просто какая-то заварушка, хрен пойми где. Сирия — основной плацдарм для Путина в регионе. Туда было вбухано огромное количество денег. Там российские военные базы, там российские солдаты и техника. Все это уничтожается и захватывается антиправительственными силами. Они уже взяли многомиллионный город Алеппо. Все это ставит перед Россией целый ряд проблем. Надо понять, стоит ли перекидывать туда войска и технику из Украины. Как помочь Асаду удержаться. Как договориться с Турцией, которая инициатор всего происходящего и срать хотела на идею Путина, что она является его стратегическим партнером. Подробно о том, что происходит в Сирии с точки зрения военных действий, мы говорим с вами в сводках. И я надеюсь, к середине недели получится записать профессиональное видео. С разбором я уже напряг соответствующего компетентного специалиста. Но пока давайте насладимся Z-воем, из которого многое становится понятно. Чтобы вы понимали, у меня где-то 140 страниц Z-постов, которые насобирали волонтеры. И это они только самые яркие отбирали. В первый день Z-канали пытались еще как-то играть в Канашенковщину и рассказывать, что все под контролем, все хорошо. Но после того, как антиасадовские силы взяли Алеппо, у Z-блогеров и военных началась натуральная истерика. Я такого зарева с потери Херсона не припомню. Кто-то пишет про крысу Эрдогана, кто-то про трусливую бесполезную армию Асада, кто-то про то, что теперь это точно отвлечет часть российских сил из Украины. В общем, нать ее на любой вкус. Давайте же растворимся в зраде, распространяемой большими и маленькими Z-каналами. А поддержать это видео вы можете вашим лайком, комментарием и подпиской на канал. Все эти действия помогают его распространять, особенно ваши подписки. Потому что для Ютуба очень важно во время просмотра, чтобы вы нажимали на кнопочку подписаться, ну или сразу после него. Таким образом, Ютуб такой, ага, этот видео нравится, значит, мы будем распространять его сильнее. Ну а теперь давайте посмотрим, чего же пишут Z-каналы. Еще раз, там очень много материала, я все, конечно, не стал включать. Отметил лишь самое интересное. И надо понимать, что истерика будет нарастать по мере продвижения, потому что вначале еще ничего не было понятно. Одним из основных, кто освещает вот чисто с технической точки зрения происходящее, среди Z-ников стал рыбарь. И многие, значит, апеллируют к нему в своих постах. Начнем с канала воевода вещает, отвечающего рыбарю. Почему опять проспали наступление духов? В нашей армии появилась порочная практика провинившихся на СВО генералов, да не только их, ссылать, прятать в Сирии. Но они там исправляются? Ну нет, конечно. Какие на СВО никчемные, такие и там. Все-таки для кого-то этот лозунг своих не бросаем, прям святое, заключает воевода. Военный осведомитель пишет, а мы просто напомним, что в последние годы российская группировка войск в Сирии превратилась в курорт для провалившихся на СВО генералов, которых ссылают в далекий теплый край с глаз долой, где эти незамедлительно занимаются организацией пышных парадов и дружественных визитов. Но что могло пойти не так, иронизирует этот Z-канал. Полковник Квачков и соратники, так называется его телеграмм, пишет, дорогой друг Рджеп воткнул в другу Владимиру очередной нож в спину. Турецкие прокси нанесли удар в Сирию, в результате которого они вплотную приблизились к городу Алеппо. В СРФ есть погибшие, сообщает он еще до того, как антиасовские силы взяли Алеппо. Старший Эда пишет, если что-то сказать по ситуации в Сирии, то лишь одно, все очень не вовремя. С другой стороны, вовремя на войне редко что бывает, и исходить надо из тех обстоятельств, что складываются здесь и сейчас, мудро говорит он. Белорусский силовик. Сирийская армия, конечно, просто эпик. Во времена Вагнера, когда освобождалась Сирия, они очень часто во время обороны бежали с позиций, а во время атак просто не выходили на обозначенные позиции. Сейчас все это тоже не должно вызывать удивлений вроде, но пока не получается, признается он. Александр Картавах тоже возвращает нас к проблеме генералов. Я где-то когда-то слышал, что в Лаосе есть старая добрая традиция перекидывать генералов с неполным служебным соответствием, так сказать, то есть дегенератов, в Сирию. Мол, если человек настолько тупой, что ему даже академию дать нельзя, так как он парализует ее работу, то ему самое место на этот курорт улететь и там, подальше от глаз политического руководства, чем-то руководить. Так как в Сирии давно все закончилось, активные боевые действия были еще до ковида, около пяти лет назад, поэтому вреда от дегенератов там будет минимум. Пусть сидят шигушат. И так реально было до сегодняшнего дня. Сегодня что-то пошло не так, а оказалось, что ничего еще не закончилось. Но садыки воевать уже разучились, а наших толковых давно оттуда перебросили. И сейчас можно огрести там болезненных пиздюлей. После чего придется отвлекать людей от СВО и перебрасывать туда. А все потому, что нет у нас на ближних и дальних поступах никаких загонов под дегенератов. И как только в одном из направлений концентрируется слишком много лампасного неликвида, то туда противник и ударит, потому что там удар будет результативным. Хотел сначала написать про Северный полюс, мол, пусть пингвинами командуют, но потом подумал и понял, что тогда мы просто Арктику просрем и уменьшим подлетное время ракет до критически низких значений. Точно так же третистепенными направлениями не являются тыловые регионы, академии и прочее. В условиях войны с НАТО у нас просто вообще нет направлений, где лампас мог бы сидеть, никуда там не делать и даже немножко вредить. Нету их вообще. Поэтому если у вас генерал заваливает задачи, в принципе, не умеет современную войну, то переводить его надо не в Сирию, а и не в академию, а на пенсию. В лучшем случае, если он серьезно не накосячил. Если накосячил, то надо выкидывать из армии без пенсии или даже под трибунал отдавать. Нет синекур и не может быть. Каждое идиотское назначение это ослабление обороноспособности, дыра в безопасности, в которую противник обязательно запустит свои ручонки. Как только там все расслабятся, окончательно поверят, что ничего не будет, и можно до пенсии спокойно досидеть, пишет Картавах. Забываю упомянуть, что российская армия воюет не с НАТО, а на одном фронте с Украиной и не может ее победить, а на другом фронте теперь воюет просто с джихадистами без какого-либо серьезного вооружения. Точнее, серьезное вооружение у них появилось, но уже сейчас, когда они его, собственно, захватили в самой Сирии. Ну, потому что Россия передавала сирийской армии серьезное вооружение, смерчу, панцире, и вот теперь они есть в руках у постанцев. А если НАТО придет на войну, то, боюсь, Александру Картавах будет чем насладиться в негативном для него ключе. Про ограниченность ресурсов и то, что России придется делать таки выбор, пишет Z-канал Старшей Эды. Читаю сейчас в сети разговоры о том, чем же можно остановить наступление обезьян на позиции сирийской армии под Алеппо. Сам я в Сирии никогда не был умением воевать, боевой опыт обеих сторон оценивать не берусь, но с тем, что туда нужно отправлять большое количество фабов в свой МПК, и, соответственно, носитель этих боеприпасов я в корне не согласен. Во-первых, и это самое главное, нам есть на кого сбрасывать эти фабы. Мы прямо сейчас ведем тяжелую войну, и каждый отправленный в Сирию фаб – это тот фаб, который не упал на голову украинцев. Во-вторых, судя по видеосюжетам из Сирии, обезьяний на скоке вполне можно остановить одной из главных оружейных систем современной войны, то есть боевыми дронами. Для этого, собственно, нужны как сами дроны и грамотные расчеты, так и понимание тамошнего командования, как этим самым оружием пользоваться. Просто может случиться так, что оторванные от реалии СВО тамошневые начальники про дроны и их применение знают исключительно из слайдов докладов, которые они прочли наискосок. Любому виду вооружений требуется умная и опытная голова, без нее все, даже самое совершенное оружие превращается в кучу металлолома. Сразу скажу, что кто сейчас командует Сирией, я не знаю, ровно как ничего не знаю про их боевой командный опыт, подчеркивает он. Вообще, идея, почему я так пристально слежу за Сирией, потому что, безусловно, это отвлечет какие-то российские ресурсы. Слишком важный для России регион для того, чтобы там бросать все на самотек, для того, чтобы там выбили осада, для того, чтобы Россия потеряла свой плацдарм, военные базы, собственно, в самой Сирии. Поэтому, да, история с ограниченными ресурсами, что придется делать какие-то выборы, она красной нитью проходит у многих зетников. Вторит, например, ему и крупнейший зетканал Юрия Подоляки. Турции, внезапно США, открыли против России второй фронт в Сирии, пишет он. И для начала пару слов турецким партнерам. Зря вы это начали. С США все понятно. Им по зарезу надо растянуть силы России и спасти своих украинских вассалов, для чего они готовы пожертвовать хоть сотни тысяч ваххабитов в Сирии. Но вы же, неужели вы не понимаете, что... Нет, я все понимаю. В самых обычных восточных традициях пытайтесь воспользоваться, как вам кажется, удобным случаем, и попытаться отжать себе еще кусочек Сирии с городом Алеппо, а потом поставить Россию, в которой сейчас момент максимального напряжения сил, в Украине перед фактом. Что там происходит? Так называемая оппозиция, которую снабжают всем турки, собравшись с силами, неожиданно ударили по сирийской армии западнее Алеппо и пытаются на плечах бежавших солдат Асада и тем самым оголивших фронт заскочить в город. Для нас это фактически открытие второго фронта. Часть сил, конечно, нам придется туда отправить. И таким образом Киев получит небольшое облегчение. Минимум на время. В идеале для них надолго. Такая себе ближневосточная курская операция по отвлечению сил. Но вы же, турецкие партнеры, понимаете, что если не выгорят и тем частям сирийской армии, которые сейчас туда перебрасываются, а также российским подразделениям удастся вас остановить, потом вы получите таких люлей, что будете снова просить нас остановиться. Но не факт, что мы на этот раз остановимся. Ну и да, потом, когда мы поступим с вами таким же образом, не надо кричать, что, мол, как так? Мы же друзья. Забыли о дружбе. Вы нам очень водоходчиво показали, что мы просто ситуативные попутчики в противостоянии с США. В остальном, далее каждый сам за себя. Хотя, понимаю, сейчас вам кажется, что вы действуете наверняка. Как говорится, поглядим. Может и так. Думаю, уже на днях начнется главное сражение, и оно все решит. Пишет Юрий Подоляко. Ну, прошло уже несколько дней. Главное сражение началось. Зато Алеппо, бой за который предсказывал Подоляко, пал. И в этом контексте, конечно, судя по всему, действительно, его прогноз оправдается. И России придется перекидывать что-то в Сирийскую республику. При этом надо понять, что, как бы, Турция-то отделается чем угодно. Потому что Турция не обязательно дружит с Россией. Вот Россия с Турцией обязательно, потому что изоляция Владимира Будина, она устроена так, что, да, к нему могут на саммитбрикс прилететь разные лидеры, но не заключают никаких контрактов, договоров, не имеют никаких возможностей. Просто потому, что он на самом деле изолирован. Поэтому дружба с кем угодно, особенно с Турцией, для Путина чрезвычайно важна. Это было и раньше. Помните, когда Турция сбила российский самолет? И Путин кричал, помидорами не отделайтесь. Ну, помидорами Турция действительно не отделалась, потому что даже их экспорт вскоре разрешили в России. Вот, поэтому Турции боятся здесь абсолютно нечего. Она действительно пользуется положением и пользуется довольно успешно. Как минимум, многомиллионный город, экономический центр Сирии теперь находится под контролем ее прокси. Толгарева пишет, боевики зашли в Алеппо, второй фронт в Сирии мы, конечно, сейчас позволить себе не должны. Это не значит, что мы не можем, но это будет означать ослабление позиций на украинском фронте. Что мы должны и можем сейчас позволить, это Вагнера. В Африке они сейчас работают в полсилы. Сирию они знают и могли бы повторить там те успехи, которые уже совершили. Но, увы, марш справедливости, большая ошибка Евгения Викторовича, царство ему небесное, которая дорого обошлась Россией. Хотелось бы, как всегда, спросить Толгарева, а что же случилось с Евгением Викторовичем? Нет какой-то информации, может быть, каких-то сообщений? Куда пропал? Что с ним стало? А? А? А, зетники? Куда делся ваш Евгений Викторович? Что-то же. Всех вас ждет. Шекспир пишет. В общем, ребята, против нас открыли-таки второй фронт. Только в Сирии. При помощи дорогого партнера Эрдогана. Они теперь в Алеппо проделывают то же, что проделали в Арцахе в 2020 году. В наступлении также участвуют переодетые турецкие части. Ну что, молодцы. Погромы вагнеров воспользовались на отлично. Сетует Зетканал. Солдат Удач пишет. Турки хорошо подготовили своих псов. И я в очередной раз напоминаю, что именно Турция является главным спонсором терроризма. Именно Турция всегда прятала у себя всех боевиков. Именно Турция приютила чеченских боевиков после чеченской кампании. На кадрах боевики используют реактивные беспилотники «Камикадзе» для ударов по позициям войск Асада. Сообщает «Солдатская правда», опровергая своих коллег, которые... Точнее, «Солдат Удач», опровергая своих коллег, которые говорили, что вот они ничего не умеют, ничем не пользуются и так далее. Судя по кадрам, которые мы видели, это не так. Александр Картавых продолжает. Пишет, что в Сирии сейчас командует генерал Кисель. Лол. Поспрашивал про него у шаристых знакомых. Ответ не удивил. Это тот, кто в феврале 22-го года проебал первую танковую армию под Сумами. Очень известный генерал. Но ожидаемо хули. И свошный неликвид уехал на курорт после 22-го года, чтобы нихера там не делать. В результате мы сейчас имеем шансы просрать Алеппо. Алло, есть кто дома? Сообщает Картавых. Точнее, уточняет. Дома Картавых. Никого нет. Потому что, как ты можешь наблюдать, Алеппо уже захвачен. Оттуда выбиты асадовские силы. Рыбарь пишет. В условиях рушащегося фронта в Алеппо борцы информационного фронта Сирии, воспитанные в лучших традициях российского военного инфоборства, времен до СВО опубликовали, как прибывший в Сирию генерал-полковник Александр Чайка возложил цветы. Учитывая крах обороны Алеппо и то, что боевики уже заняли квартал Салах-эд-Дин, публикация поста про возложение цветов в данном случае выглядит как злая издевка. А потом русские дипломаты и военные удивляются, откуда же такое негативное отношение к русским военнослужащим среди сирийцев берется. А Чайка в Сирию приехал не цветы возлагать, а руководить выстраиванием рушащегося фронта, заключает Рыбарь. Ну, в Сирии не любят россиян, потому что россияне помогли режиму Башара Асада уничтожить гражданское население в больших количествах, когда в стране фактически была гражданская война. Поэтому тут вряд ли возложение цветов сыграет какую-то ощутимую роль. Затница Мантян пишет. Алеппо пал, причем практически без боя. Войска Асада отступили с второго по величине города страны, фактически не оказывая сопротивления наступающим силам исламистов. В очередной раз передаем привет лучшему другу России Раджепу Ахмедовичу Эрдогану. Все это время взращивающую всю эту шоблу, наконтролируя им территории Сирии. Действительно, так и было. Тут сложно что-то противопоставить. Оплакивает Алеппо и Z-Vincor Борис Рожжин. Боевики в цитадели Алеппо. Ее удерживали даже в годы Асада, а сейчас сдали без боя. Просто зафиксируйте, что город-миллионник был практически без боя сдан САА. Ну, сирийская арабская армия. На 2023 год там проживало почти 4 миллиона человек. Винитиран или Россию тут бессмысленно. А если сирийская армия просто не стала защищать второй по величине город в стране, сдав его в самой крупной, в общем-то, группировке противника, которая кратно уступала по численности группировке, которая безуспешно штурмовала Алеппо летом осенью 2016 года. Россия, конечно, без сирийцев не могла удержать город, учитывая, что там были только ССО и ВКС. Ни наших регуляров, ни вагнера там в сколько-нибудь значимых количествах не было. Как не было и ливанцев из Хизбаллы, которые в самый кризисный момент наступления боевиков в 2016 году через Рамусех стояли насмерть на цементном заводе и не пропустили врага. Основные силы Хизбаллы сейчас заняты в Ливане. Иранские прокси в основном развернуты в других регионах Сирии. Для развертывания в районе Алеппо им потребовалось от пяти дней, которых им, конечно, никто не дал. Последствия произошедшего для Сирии будут серьезные. Достанется курдам в Талерифате, осложнится ситуация для Ксир, а наверняка усилится давление на наши позиции в Латакии. Ну и в воздухе висит вопрос, где остановится счастливый драп в провинции Алеппо? И что еще можно сдать таким же чудесным образом? Число желающих проверить это в ближайшей перспективе явно вырастет, заключает Борис Рожин. Ну а мы переходим к Роману Алюхину, который показывает, что Алеппо очередной кричащий знак, что нужны кардинальные перемены в военном ведомстве России. Многие не считают важным защиту интересов Сирии и наших интересов Сирии во время СВО, но это большая ошибка, потому что одна из составляющих победы – это союзники. О важности работы с союзниками и важности расстройства союзов писали все военные стратегии – Суньцзым, Акеавелли, Клаузевец, Свечин. Это диктуется и просто здравым смыслом. Нельзя выиграть войну против огромного военного союза в одиночку. Так не бывает. Сдавая Сирию, мы показываем отношение к союзникам. В итоге мы делаем слабее себя же. А противник – силен и хитер. Сначала они заберут Сирию, потом Африку, а далее? А вот далее они уже работают над обращением к ваххабитам на территории России. И вот это видео – призыв готовиться к захвату городов внутри России. Правильно указал Андрей Медведев. Оно произнесено на русском языке из Алеппы не просто так. При этом Росгвардия продолжает активно вооружать новых граждан огнестрелом, а Госдума все сильнее ужесточает закон об оружии для русских, но блокирует любые попытки принятия закона, ограничивающего получение оружия новыми гражданами, большинство из которых из Средней Азии. То есть тех, для кого записал обращение этот ваххабитский блогер. Саламу алейкум, дорогие братья и сестры, мы вот-вот уже зашли, первые группы ингимасов зашли, чтобы очистить город, провести очистку. И как подобает настоящим верующим, мы переклоняемся перед Аллахом, благодаря Его за эти Его милости. Аллаху Акбар. Каждый раз, когда Аллах Субханаму Тарас дает победу, дает открытие мусульманам, а этот город около 9 лет, около 8 лет, если быть точнее, находился под оккупацией иранцев, и сегодня впервые муджахиды зашли и сейчас проводят полную зачистку, чтобы уже завтра, послезавтра сюда могли его жители, настоящие уже мусульмане, которые владели этими домами до их изгнания, чтобы пришли и зашли. И каждый, кто сюда заходит, не важно он муджахид, или он журналист, медийщик, все они делают судью Аллаху Субханаму Тарас в качестве благодарности. Изменить ситуацию можно только кардинально, поменяв кадровый состав Генштаба, то есть тех людей, которые непосредственно отвечают за военную стратегию. Нам нужны умные люди, которые будут сохранять личный состав, которые станут авторитетами для воинов, которые смогут создавать стратегии для себя и ловить стратегемы противника, а не пытаться закидать мясом на всех фронтах. Ну и, конечно, работать надо параллельно инструментами мягкой силы, но вместо того, чтобы быстро повышать таких полковников, старлеев, генералов, их задвигают или держат в стене, кого-то даже сажают, как генерала Ивана Попова или старлея Белого, а возвращают и повышают мясников, типа Ахмедовских, Мурадовых и прочее. Вообще, Алеппо – это проекция любого боя в СРФ. Большими силами и ресурсами штурманули, завели закреп, но он быстро слил позицию, поэтому после того, как закреп зашел, а командиры отчитались, на позицию забили. Если рассмотреть детальность ситуации Алеппо в большинстве боев, то совпадений будет еще больше, фиксирует Алёхин. Анастасия Кашеварова объясняет, почему ни в коем случае нельзя бросать сирийского дорогого брата. Увидела просто верх геополитического идиотства. А почему это мы должны переживать из-за Алеппо и какой-то Сирии? Задает она вопрос к воображаемому собеседнику. О нападении на посольство РФ в Триполе уже забыли? Как наших дипломатов убивали? Следующий вопрос у этого автора, судя по логике, будут. Первое – почему вообще мы обязаны защищать Донбасс? Второе – зачем нам Чечня? Там вообще живут чеченцы. Третье – ну и нафиг нам это Африка. Четвертое – да Крым же был турецким, что за него впрягаться. Пятое – ой, за Аляске еще устраивать это все там вообще холодно и жить невозможно. Так и хочется им всем сказать – да ты что, сукин сын, самозванец, казенные земли, разбазариваешь. Все правильно делает президент, собирает земли русские, держит все. И влияние России нельзя растерять в странах, где уже так много нами достигнуто. Нельзя впустую расходовать силы. Тяжело, конечно, с болванами, но чистят их хоть и очень медленно и болезненно. Они еще из каждого утюга, как тараканы лезут. Скроешь один угол, а они там кишат, что в военке, что в информационке, пишет Кашеварова. Ну, кстати, почти все перечисленные пункты не такие уж и плохие. Продолжает бомбить Александр Картавых? Может, и вся. Посмотрим. Вообще, конечно, пока ничего не понятно. Но с некоторыми шансами Сирия может прекратить свою государственность явочным порядком. Так как просрать за три дня крупнейший город страны, это умудриться надо. В этом случае предлагаю забить хуй, пишет он, и убрать наш контингент в Атакию, и, возможно, еще в Дамаск, если он не отвалится в ближайшее время. Как говорится, не можешь помешать, хоть не огребай лишних пиздюлей. Помешать садыкам все просрать мы, очевидно, уже не успели. Значит, надо и сдержки купировать. После этого в Сирии развернутся врата ада, и начнется полный пиздец. Но тут уж извините, куда деваться. У нас своя война в самом разгаре, и нам не до того. Но сирийских генералов все равно надо уволить нахер, заключает Александр Картавых. На отсутствие Вагнера жалуется Деширгай Русич. События в Алеппо показали, насколько важно российское присутствие в Сирии. Но поскольку чувака Вагнер был уничтожен как рабочая функционирующая боевая структура, то вполне возможно, что Алеппо готовы будут отбивать бойцы подразделения Ахмат, иронизирует Русич. Они без сомнения замечательно покажут себя на поприще борьбы с исламинским терроризмом, который захватил Алеппо. И российская помощь Башару Асаду будет, как и прежде, на самом высоком уровне. Заканчивает он свою довольно забавную и симпатичную шутку. Олег Блохин пишет. Сирийская армия продолжает давать по тапкам. Как я вчера и предполагал, побегут аж до хамы. Наши сворачивают группировки в Алеппо, Хаме, Дейрезоре и других пунктах. Это вполне логично и правильно. С тем количеством личного состава, вооружения и техники, они никаких задач не могут выполнить просто физически. Чтобы было понятно, по всей провинции Алеппо наших в общей сложности находилось порядка 120 человек. Это всех вместе. Какую задачу они могли там выполнить? Правильно, никакую. И это касается всех группировок. Там еще меньше народу. Американцы в 2019 свернули свои группировки и вывели за Ефрат, сконцентрировав их там, не распыляясь по всей стране, обходясь относительно малыми силами. А для контроля территории они вложились в формирование и обучение отрядов СДС, которые неплохо справляются с этой задачей. По тому же пути стоит пойти и нам. Сконцентрировать свои силы в Латакии и Тартусе и начать самим заново формировать сирийскую армию. Предлагает он буквально кинуть союзника. Роман Семпаньков пишет, хаму взяли. Нет документального подтверждения, есть видео с колонной боевиков из Хамы. Сирийская армия тоже в городе окажется. Сирия все, просто все рухнуло, как карточный домик. Хотя непонятно, как боевики смогут занять такие территории. По идее, где-то они должны остановиться. Они физически не могут взять и их не хватит. Посмотрим, но выглядит как огромная геополитическая катастрофа. Осад в Москве с семьей. Договорняк? Я в шоке, если честно. Куэрис занят без единого выстрела. Российский контингент эвакуировался. Следующий Эхмеймим уже ничему не удивлюсь, пишет Сапаньков, нагоняя зрады. Романов Лайт фиксирует, что же попалось в руки боевиков, в руки постанцев, которые захватили позиции, на которых была в том числе техника, предоставленная России. Алепа. Сар, пишет он. Посложившись еще на Украине, если точнее в Харьковской области традиция, перегруппировки на более выгодные позиции с йоба с бросанием техники о вооружении подарили боевикам, а по факту туркам ЗРПК «Панцирь». Кстати, в Сирии командует тот же генерал Кисель, что слил в 2022 Харьковскую область, после чего брошенным вооружением ВС Украины кошмарили Белгородскую область. Два майора пишут. «Сирия. Боевики захватили панцирь российского производства. РЗО, БМ-27, Ураган, самолет Л-39, боеприпасы, вертолет Ми. Откровенные тупорылы сирийских военных, просравших лучший в мире ЗРПК «Панцирь» не может не бесить», фиксируют они. Админ телеграм-канала 13, не сам Егор Гузенко, пишет трофеи про турецких террористов в Алеппо. Даже «Панцирь», который, если они сумеют пользоваться, то у наших ретанов появятся определенные проблемы. По нашей информации, помимо всего, из-за побега пляшивых садыков и, скорее всего, настоящего предательства, погибли в весомом количестве наши спецы. Некоторые попали в плен. Почему до сих пор нет правдивой информации о том, какой пиздец творится на Ближнем Востоке? Я сейчас не про сраных садыков, а про то, что там куча наших военнослужащих. А садыка только кувалда исправят, пишет Палач в телеграм-канале 13. Равреба пишет. «Уж как только российские телеграм-каналы не ругали Асада и его непобедимый вермахт, а мне было обидно. Как вы их учили, так они и воевали». Учил конкретно генерал Кисель, который в 1922 году показал сирианам пример при Харькове. За это его и отправили учить Львов Асада. Теперь, как пишут грозу ВСУ, командируют в Госдуму с сенатором. А талеба – шутка. И в чем, спрашивается, сириане уронили честь флага, ежели действовать в полном соответствии с примером старших товарищей, которые ответили на вторжение ВСУ в Харьковскую и Курскую области, блестящей передислокацией на более выгодные позиции. А можно подумать, Красная Армия не драпала до Москвы и Сталинграда, чтобы потом вернуться и навалять. В нашей военной школе товарищи «нет, отступаем, есть, разворачиваемся и наступаем». Фиксирует он, иронично пытаясь подобрать какую-нибудь подходящую ноту. Перспективы Асада Z-канала оценивают как не очень хорошие и предсказывают проблемы для России. Например, русский инженер пишет, «Походу у Асада шансов удержать сирийскую государственность осталось совсем немного. Поэтому стоит исходить из сценария, когда Дамаск пал и Асад не контролируют ситуацию. И в таком случае приоритетной задачей для нас будет взятие под непосредственный контроль провинции Латакия с нашими базами и формирование с нуля новой армии из местных жителей из остатков армии Асада». Плюс напрямую выстроились отношения с курдами, играя на противоречиях иранцев, курдов и турков, чтобы сохранить под контролем Латакию. В конце концов, если Асад не смог воспользоваться плодами наших успехов на поле боя и реорганизовать жизнь страны с учетом выводов о подчиненных массовой поддержке постанцев, то надо защищать наиболее уязвимые и лояльные нам части населения и обезопасить зону своего влияния с нашими базами в Латакии. Рамзай пишет, «Должны ли мы активно вмешиваться в военный конфликт? Вопрос тут не стоит, мы по факту в нем. Вопрос стоит иначе. Каким должно быть наше участие? Резко нарастить свою военную группировку мы не сможем, силы нужны в Украине. Кроме того, логистически это сделать очень сложно. Черноморский путь через проливы для нас закрыт. Остается только воздушный коридор, поэтому набор инструментов для оказания помощи весьма ограничен. И все же вполне достаточно, чтобы при энергичном участии Ирана, как главного военного оператора в регионе и политической воле Асада, кризис разрешить. Для этого у нас тут есть возможности развертывания мощной группировки ВКС, дополнительных сил ССО и использования ноу-хау СВО отрядов БПЛА, которые в условиях сирийской пустыни могут превратить ее в кладбище для джихадистов. Главная проблема – обветшание власти Асада как таковой. Объективно. Денег у правительства нет, ресурсов нет, восстановления после войны нет, свежих авторитетных лидеров нет, общий упадок и деморализация. Поэтому даже при разгрузке нынешнего кризиса общая ситуация останется критичной. И надо откровенно признать, что выигрывают войну по итогу американцы. Все основные сирийские ресурсы были в ходе гражданской войны, ими захвачены и контролируются. Мы же оказались связаны весьма ловко подсунутым нам соглашением о создании Центра мониторинга России и США по ситуации в Сирии, фактически закрепившему абсолютно незаконное нахождение здесь американцев и лишивших нас право этому противодействовать. Без возвращения контроля над нефтяными районами перспектив у нынешней Сирии практически нет, считает он. Башар Асад, в свою очередь, пообещал победить терроризм в Сирии вне зависимости от того, кто является его сторонниками и спонсорами. Сильное заявление, пишет один из этого канала, для полководца, бойцы армии которого в день имеют помидор, картофель, но и огурец, и соответствующие сражаются, убегая за сутки более чем на 100 километров от противника. Терроризм в Сирии победят Россия и Иран, если получится, конечно. Сама Сирия к этому отношению уже практически не имеет. Все, что может Сирия и на что власти Сирии потратили годы относительной стабильности после Длибских соглашений, мы уже увидели. Давайте, наконец, назвать вещи своими именами. Суверенитет в Сирии и вообще существование Сирии – это исключительно и только добрая воля России. И это касается не только Сирии, но и Казахстана, чью мощь мы наглядно увидели в январе 22-го, когда страна практически перестала существовать за двое суток. И Абхазии, и многих других, чей суверенитет находится в российском бюджете. Нам не надо стесняться говорить правду, потому что замалчивание слишком бодрит разного рода властителей государств, грозьями, висящих на российской титьке. И надо спрашивать за деньги, которые получают разного рода братушки, и спрашивать. Крепко делится своей болью, собственно, этот Z-канал. По итогу вы видите, что в армию Асада никто не верит. В то, что российских генералов отправляли туда, в Сирию, считают, ну, настоящим предательством. В общем, перспективы у России в Сирии весьма туманны. И сетники говорят примерно об этом же. Опять же, такого во я не видел давно. Я поместил в этот ролик буквально, не знаю, 10% от того, что они все там накалякали. Но ситуация меняется постоянно. И, собственно, поэтому мы с вами тоже будем продолжать за ней следить. Я надеюсь, что вам было интересно. Если да, поставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну и поддерживайте Patreon плюс NVPN. Вот здесь где-то код NVPN. К вашим услугам все ссылочки в описании. А с вами был Майкл Наки. И до скорых встреч. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok